Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет продолжаем читать книгу Иисуса Новина. На очереди у нас 15 глава этой книги. В ней продолжается рассказ о том, как Святая Земля, обетованная Богом израильтянам, была разделена по жребию между коленами. В 15 главе повествуется о разделе по жребию колену Иудину. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумею была пустыня Син к югу при конце Фимана. Речь идет о южных пределах Святой Земли. Южным пределом их был край моря соленого, от простиравшегося к югу залива. В Ям Амелах, так называется в священном писании, в Танахе, на еврейском языке, то море, которое мы привыкли к названию, называем его Мертвым морем. Это имя ему дали римляне. Но в священном писании такого названия не ведает, а называется оно повсюду соленым морем. И современные жители тех мест также называют его Ям Амелах, соленое море. На юге, далее описывается граница, граница наделов. На юге идет он, предел колена Иудина, к возвышенности Ак-Кравимской. Проходит Цин, известная пустыня, пустыня Син, и восходя с южной стороны Хкадыш-Барнеа, Хкадыш-Варни, проходит Хецрон и, восходя от Аддара, поворачивает Хкаркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец сего предела есть море. Сей будет южный ваш предел. Мы видим, что колено Иуды – самое южное колено. Его границы от соленого моря, южного края соленого моря, до потока Египетского. Этот поток – сезонный поток, который наполняется весной и зимой водой, когда идут дожди, потом высыхает. Буквально через несколько часов становится русло сухим. Этот поток является естественной границей между коленом Иудиным и египетским царством. Это южный предел колена Иудина. Пределом же к востоку – море соленое, берег соленого моря, то есть западное побережье того моря, которое у нас принято называть мертвым, до устья Иордана. А предел с северной стороны – от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Бет-Хогле и проходит с северной стороны Бет-Араве, и идет предел вверх до камня Богана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру, от долины Ахор, и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адумима. Мы видим, что Галгал, ставка Иисуса-Навина, таким образом находится в колене Иуды. Сам Иисус-Навин происходил из колена Эфраема, он был ефремлянином. Адумима, лежащего с южной стороны потока, отсюда предел проходит к водам Эн-Шемеша и заканчивается у Эн-Рогела. Эн-Шемеш – источник солнца. Шемеш – солярный культ, видимо, присутствовал у Хананеев, поэтому мы не раз встречаем названия, географические топонимы, которые включают в себя это слово Шемеш – солнце. Бет-Шемеш – источник Шемеш. Отсюда предел идет вверх, к долине сынов Эн-Номовы, сына Эн-Номова с южной стороны Иевуса. Иевус – это будущий Иерусалим. Так и сказано здесь, Иевуса, который есть Иерусалим. И восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Эн-Номовой, которая на краю долины Рифаимов к северу. Это долина Рифаимов, в ней жили вот эти Рифаимы, великаны, исполины, которых когда-то испугались разведчики, и которые, в конце концов, были побеждены, но не сразу. У филистимлян были тоже, в их армии были вот эти исполины. Гольят, с которым сражался Давид, известный персонаж Первой книги царств, он был тоже таким исполином, о котором идет речь в Библии. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Невтох и идет к городам горы Эфрона и поворачивает предел к Ваалу, которой есть Кириат и Арим. Удивительно. Кириат и Арим известны тем, что там был остановлен ковчег Господень, и в этом деревне, в этой Кириат и Арим, в небольшом городке, этот ковчег пребывал до того, как был перенесен в Иерусалим Давидом какое-то время. И вот этот Кириат и Арим назывался Баал. Баал — хананейское божество, и хананейское, и финикийское божество. Имя этого божества в переводе означает хозяин, господин. Известна борьба пророков с культом Ваала. Культ этот был связан с разными ритуалами плодородия, с сакральной проституцией, и очень много ваалических топонимов, посвященных Ваалу, оставалось в древности. И мы не раз встретим название, включающее в себя имя этого хананейского божества – Ваал. Иногда переименовывали города впоследствии, как, например, здесь Ваал был переименован в Кириат и Арим. И уже название Ваал в дальнейшем не встречается, а в первой книге царств мы читаем название Кириат и Арим. Поэтому следует заметить, что и сегодня в местности, примыкающей к Израилю, в частности на территории современного государства Ливан, в котором мне довелось прожить 4 года когда-то, в этой стране существует много ваалических топонимов. Например, недалеко, поблизости от города Тир, чуть южнее города Тир, Сур современный, собственно, можно считать это крайним севером Галилеи, северной Галилеи, сохраняется местность, небольшое селение под названием Айн-Ваал, источник Ваала. А если ехать из Берута в Дамаск и преодолевать горный перевал, то в Ливанских горах находится селение под названием Балшмай, буквально это означает «вал небесный». Вот, казалось бы, минулись только эпох, минуло, и эпоха, когда в этой земле жили финикийцы, и когда она была в пределах влияния израильских монархов, после этого земля была захвачена ассирийцами, вавилонянами, персами, греками, римлянами. Потом это были христианские земли, потом земля была захвачена мусульманами, впоследствии там были крестоносцы, потом опять мусульмане, турки. Сейчас независимый Ливан, столько прошло времен, столько эпох, столько сменилось поколений, религий, разных религий, которые исповедовали местные жители, а топонимы с названием Ваал до сих пор сохраняются в стране, в Ливане. Это удивительно. Десятый стих 15 главы. Потом поворачивает предел, предел колена Иудина, от Ваала к морю, к горе Сеиру, и идет северную стороной горы Ииарим, которая есть Кесалон. И нисходя к бет Шамешу, вевсамис, синодального перевода, бет Шамеш, город солнца, нисходя к бет Шамешу, проходит через Фимну. И вновь топоним с названием Солнце, Шамеш. Мы уже встречали в седьмом стихе Эншемеш, а вот здесь топоним с названием Шамеш, означающим Солнце. Одиннадцатый стих. Отсюда предел идет северной стороной Экрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иевниила и вновь Баал. Только теперь Баал – это уже название не города, а некой горы. Сегодня эта гора называется иначе, но когда-то она называлась тоже Баал. Видим, какой широко распространенный культ этого божества был в тех краях, в общем, по всему Ближнему Востоку. И доходит до Иевниила и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Великое море – это Средиземное море. Оно иногда называется Великим в Священном Писании. Современное евритское его название – Ям-Атихон, Среднее море Средиземное. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. Описаны пределы, а теперь уже конкретизируется. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву сыну Иефонину Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу. Кириат Арбы – отца Инакова, иначе Хеврон. Об этом подробно говорилось в предыдущей 14 главе, а здесь вспоминается надел Халева как часть колена Иуды. И выгнал оттуда Халев трех сынов Инаковых – Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Инаковых. Отсюда пошел против жителей Давира. Имя Давиру прежде было – Кириат-Сефер. Кириат – это город. Кириат-Сефер – это город книги. Видимо, там изготавливались в древности книги. Скорее всего, кожаные. И сказал Халев, кто поразит Кириат-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его этот город Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевого, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сходит с осла, подходит к отцу и кланяется ему, видимо, почтительно, и что-то у него хочет попросить. Он спрашивает, ну, чего тебе? Она сказала, дай мне благословение. Браха, благословение. Вот чего она просит. Это благословение должно быть материальным. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. Вот, как поступает Халев дальше? Он благословляет свою дочь Ахсу. И сказано во второй половине 19 стиха. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Источники, особенно в южных коленах израильских, имели очень большое значение. Их не так много. Колодцы или родники, естественно, источники. Потоки какие-то редкие. Вот там, где есть вода, там есть жизнь. Там можно поить скот, и там можно выращивать, возделывать землю, выращивать разные культуры. Там, где воды нет, нет, естественно, и жизни, и жизнь там невозможна. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Далее перечисляются города с их предместями в колене Иуды. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумею на юге были. Ковцеил, Эдер и Иогур. Кина, Димона, Адада. Димоны известны сегодня. Там важный город Димона. И там располагается военный и научно-исследовательский центр в современном Израиле. То есть некоторые названия, они сохраняются и переживают века и тысячелетия. Вот Димона, 22 стиха, это большой город в современной южной части государства Израиль. Далее, 23 стих. Продолжается перечисление. Версавия, это Беэршева, тоже очень большой сегодня город. И в те древние времена этот город тоже был велик. И часто упоминается Версавия. Это город Беэршева, колодец Шевы. От Дана до Беэршевы. Такое выражение часто используется для описания всего, всей Израильской земли. В 29 стихе вновь встречаем топоним Ваал. Ваала, Иим и Ацем, Елфолад, Кисил и Хорма, Циклаг, Мадмана и Сансана. Циклаг известен тем, в частности, что, как об этом сказано в первой книге царств, в первой книге Самуила, этот город был дан Давиду и его соратникам, царем филистимским. Дан ему для того, чтобы они в этом городе жили, когда Давид скрывался от Саула, и охраняли в то же время пределы филистимские, и нападали на окрестные племена, в том числе на странствующих амаликитян. И история, связанная с этим Циклагом, описывается, с Циклагом и Давидом, живущим в нем, описывается в некоторых главах первой книги царств. Левоов, Шелихим, Аин и Ремон. Аин — это источник. Ремон — это гранатовое дерево, гранатовый плод. Всех двадцать девять городов с их селами. На низменных местах — Эштаол, Цора и Ашна, Зануах, Энганим, Топох и Гаинам. Топох — это яблоко переводится. Город или поселок с таким названием существовал, и, наверное, Топоним существует и сегодня. И Армуф, Одолам, тоже известная. Там пещера была, Одоламская, в которой скрывался Давид, и где произошла его внезапная встреча с его неприятелем и преследователем, царем Шаулем, Саулом. Сохо и Азека. Шаарим, Адифаим, Гедера. Гедера. Или Гефорофаим. Эту Гедеру не следует путать с Гадерой, современной, находящейся на побережье Средиземного моря. 14 городов с их селами. Ценан, Хадаша, Мигдалгад, Дилиан, Митсфе и Иокфиил, Лахиш, Водскав и Эглон. Большой известный и в археологии, и в истории город Лахиш. Лахис синодального перевода. Хаббон, Лахмас и Хифлис. Гедеров, Бевдагон, Наема и Макед. 16 городов с их селами. Здесь перечислен город Бет-Дагон, дом Дагона. Божество филистинское, палестинское. Далее, 42 стих. Ливна, Эфер и Ашан. Ифах, Ашна и Нецив. Киила, Ахзив и Мореша. Девять городов с их селами. Этот город Ашан не следует путать с французской сетью супермаркетов Ашан. Между ними ничего общего, одно лишь созвучие. Экрон, зависящими от него городами и селами их. От Акрона к морю все, что находится около Азота, с селами их. Азот, город впоследствии ставший филистинским, часто упоминается в Библии. Азот, зависящие от него города и села их. Газа, зависящие от него города и села их. До самого потока Египетского и Великого моря, которые есть предел. Газа, точнее Аза, самый, пожалуй, важный и крупный город. Вот, из Пятиградия филистинского газа сегодня. Это огромный город, расположенный в том секторе, который так и называется, сектор газа на берегу Средиземного моря. Впоследствии, спустя некоторое время, вот эта низменность филистинская была захвачена филистинлянами, которые, по всей видимости, пришли туда с острова Крит. И, возможно, как говорят ученые, историки, были близкородственны Пелазгом. Ну, одежда у них очень похожа на греческие одежды, одежда Пелазгов, форма военная. И вот изначально эти города не были, города Азот и Газа, еще когда они не были захвачены филистинлянами будущими, палестинцами, они уже населялись израильтянами до филистинлян, согласно повествованию книги Иисуса Новина, и входили в удел, в надел колена Ягуды, Иудина колена. Читаем дальше, 48 стих. На горах, на горах иудейских, на горе иудейской, горы иудейские. Что там на горах? Какие города? Шамир и Атир и Сухо, Данна, Кирьят Санна, иначе Давир, Анаф, Эштемо и Аним, Гошен, Холон и Гило, 11 городов с их селами, Араф, Дума и Эшан, Ианум, Беттапох и Афека, и вновь Тапох, яблоко переводится, яблочный дом, Беттапох, Хумта, Кирьят Арба, иначе Хеврон, упоминается вновь третий раз уже Хеврон, и Цыгор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зив и Юта. Этот Кармил, не путать с горой Кармил, расположенной на севере израильской земли, в совсем другом колене. Далее, 56 стих. Израэль и Огдам и Заноах. Опять вот этот Израэль может нас сбить с толку. Есть долина Израэль, буквально сеет Господь, чрезвычайно плодородная долина, сеет Бог, точнее, Израэль. Чрезвычайно плодородная долина в Галилее, израэльская долина, рядом с Ар-Мегиддо, с горой Мегиддо. Трудно допустить, чтобы в предел колена Иудина, в предел колена Иудина входили какие-то галилейские местности. Видимо, здесь мы встречаемся с тем фактом, что одни и те же названия могут встречаться в разной местности. Ну и сегодня мы знаем, что один и тот же топоним может встречаться в разных областях России. Приведу такую параллель. Сколько было названий с именем Киров или Калинин в Советском Союзе. Наверное, не было не то что области, а района, где бы не существовало деревень или поселков с названием этого, с позволения сказать, вождя или иного. Далее, 57 стих. Каин, Гива и Темна. Гива, по всей видимости, это тот город, небольшое селение, которое впоследствии стало называться Гива Саулова. Местность, место, в котором жил царь Саул, из которого он происходил. Вот здесь упоминается эта Гива северная. Северный предел колена Ягуды, Ягуды, Иуды, а где этот предел уже граничит с Вениамином. Гива называется также Гива Вениаминова. Колена Вениамина. Граница колена Иуды и Вениамина. И Темна, да? Десять городов с их селами. Халхул, Бет-Сур и Гедор, Маараф, Бет-Анов и Илтыкон. Шесть городов с их селами. 60 стих. Кириат-Ваал. И вновь топоним с названием хананейского божества Баала. Кириат-Баал, город Баал. Иначе Кириат-Иарим. Видимо, другой Кириат-Иарим. Совпадает полностью название с тем, о чем мы читали выше. Иначе Кириат-Иарим. И Аравва. Два города с их селами. В пустыне, в иудейской пустыне, Бет-Арава, Меддин и Секаха, Невшан, Ир-Мелах и Энгеди. Шесть городов с их селами. Ир-Мелах, город Соли. Насколько я помню, топоним с таким названием больше не встречается. А вот Энгеди, чрезвычайно важное название, поскольку именно там скрывается будет Давид. И там произойдет его очередная встреча с преследователем, царем Саулом. И там будет у них беседа очень важная, интересная, которая описывается в первой книге царств. Сегодня Энгеди расположена на берегу Мертвого или Соленого, если угодно, моря. И туда паломник или путешественник поднимается по крутым горным тропам, пешком. И чрезвычайно интересная, важная для исследователей священного писания место для историков. Расположена, кстати, недалеко от Кумранских пещер, буквально в нескольких километрах. Заключительный, 63 стих 15 главы, говорит нам о том, что Иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. Этот стих свидетельствует о раннем происхождении, по крайней мере, этой части книги Иисуса Новина, поскольку здесь говорится «до сего дня», то есть в то время, когда эта книга была написана, Иерусалим или Иевус, Иевусейская крепость, этот город еще не был захвачен Давидом. Значит, книга Иисуса Новина написана, по крайней мере, до Давидовой эпохи. И на этом заканчивается 15 глава книги Иисуса Новина. В следующей, 16 главе, продолжится описание раздела «Обетованной Богом Израилю земли». И мы прочитаем о том, какие города получит колено Ефремова. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...